В 2019 году объем предоставленной службы занятости и услуг гражданам сохранился на прежнем уровне. С начала года в службу занятости обратилось порядка 1850 граждан. Последний с началом года уровень регистрируемой безработицы несколько возрос. Во-первых, возросло обращение граждан в службу занятости. Связано это с изменениями в законе занятости. Изменились суммы и сроки выплаты пособия. Соответственно, те граждане, которые к нам не обращались на протяжении длительного периода, заинтересовавшись изменениями, обратили в службу занятости, что в свою очередь и повлияло на рост обращений. В целом, работа службы занятости строилась по плану выполнения государственных программ. Была перевыполнена программа по трудоустройству детей от 14 до 18 лет. Вместо запланированных 97 в летний период при содействии службы занятости было трудоустроено 325 человек. То есть превышен показатель порядка в три раза. Большая роль в этом сыграна администрациями Амурского района, администрация города Амурска, за что, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность. Производилось финансирование оплаты труда администрациями города Амурска и Амурского района. Также выделялась сумма от службы занятости в размере минимальной размера пособия по безработице. Также успешно стартовала программа обучения граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Демография». Нами обучено 38 граждан данной категории. В этом году в рамках этой программы мы впервые начали отправлять граждан на дистанционное обучение, что раньше нами не протековалось. В целом дистанционной формой обучения воспользовались 18 человек. Профессии различные, пользовались услугой граждане как работающие, так и неработающие. Это кадровое дело производства, управление персоналом, бухгалтерский учет налогообложения, закупки в контрактной системе и прочее. В 2020 году планируем продолжить программы. У нас программы появились новые. Это две основные программы проекта «Демография», обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, и программа новая старшее поколение 50+, так называемая. Первая касается мам, находящихся в декретном отпуске с малолетними детьми и незанятых мам с детьми в возрасте до 6 лет. Эта программа дает им возможность повысить свой профессиональный уровень или получить новую специальность. Вторая программа – это граждане от 50 лет и старше, независимо, пенсионер он, работающий гражданин или безработный. В 2020 году мы планируем обучить большое число граждан, порядка 50-60 человек. Цель обоих программ – это трудоустройство или сохранение занятости. Программа предполагает финансирование обучения мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 43 тысяч, граждане, которым 50 лет и старше, до 53 тысяч. Краткосрочное обучение до 3 месяцев, как по очной форме, так и дистанционно, что в принципе мы с успехом практикуем. Помимо этого, расширено несколько финансирования еще на одну программу – это программа самозанятости безработных граждан. В этом году ей воспользовались 4 безработных гражданина. В следующем году у нас финансирование на 7 человек, которые желают открыть свое дело. После успешной защиты бизнес-проекта финансовая поддержка с нашей стороны обеспечена. Это порядка 140 тысяч рублей. По этим программам мы планируем работать в следующем году.